Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я совсем не эмпатичный человек, чужие проблемы в жизни редко усваивают у меня сочувствия и сопряживания. Я либо вообще никак не реагирую, могу играть на публику, делая вид, что меня это трогает, либо может вызвать максимум мое недоумение. В то же время я всегда жду понимания и поддержки от людей, если это касается моих проблем. Мне кажется, что мои неудачи и переживания намного серьезнее, чем у других, даже если это объективно не так. Я будто обсцениваю чужие проблемы. Мне кажется, что это ненормально, но я не могу ничего с этим сделать. Возможно, я эгоистичный, но пред меня очень низкая самооценка, я зависим от мнения окружающих, боюсь быть центром внимания, мне сложно сказать «нет» на просьбу помочь. Можно ли развить в себе эмпатию? Эмпатию, конечно, развить себе можно, но как бы развивать ее из текущего вашего состояния, да, я бы, наверное, не стал. Потому что оно, это будет просто выглядеть так, как будто вы у себя, знаете, последние силы отнимаете. Вот. Это будет выглядеть так, как будто вы у себя прям вот последнюю нырку забираете. Вообще, на эмпатию, так вот, я вам скажу, да, на эмпатию нужны силы, то есть нужна энергия на эмпатию. Вот. Как бы без, без, без силы, ну, тут, как бы без, ну, без ресурсов, да. Как можно проявлять эмпатию, ну, я бы сказал, я бы сказал, что это невозможно сделать. Вот, потому что, эм, ну, если вы не хотите, конечно, скажем так, это делать и дальше, вот, через силу. Вот, поэтому, на мой взгляд, тут вот уже, вот, в какой-то степени есть небольшая ошибка у вас. Это такой аспект. Следующий аспект, ну, вы говорите о том, что у вас заниженная самооценка. И, соответственно, ну, вот, как бы, в том числе, получается, из-за заниженной самооценки, вам, как мне кажется, довольно сложно принимать людей, по сути, обесценивание, ну, обесценивание других людей. Для вас, на мой взгляд, выглядит, знаете, как способом, как способ сохранить, вот, какой-то, статус-кво свой, то есть, если я не буду обесценивать чужие проблемы, да, то, вот, себя, ну, как бы, в этом смысле, полностью обесценивать. Вот, я могу ошибаться, конечно, ну, вот, судя по тому, что вы описываете, я бы, вот, наверное, предположил, такой аспект, да, и, соответственно, конечно, начинать, ну, начинать нужно, в этом смысле, с себя. То есть, вот, сейчас вы, на мой взгляд, пытаетесь развить, ну, себе эмпатию, как вы говорите, эмпатию, потому что вы себя, ну, бичуете, да, вы, вот, считаете, что это, ну, ненормально, и поэтому хотите развить себе эмпатию. Эмпатию, она, ну, в этом смысле, придёт к вам, ну, естественным образом придёт к вам, если вы себя вот в этом смысле, ну, будете, как бы, вот, в большей степени ценить, да, вот, сейчас этого, как бы, не происходит, вот, сейчас вы себя не цените, и, соответственно, ну, конечно, вам, как бы, тяжело, вам сложно. Вот, на мой взгляд, это, ну, вполне нормально, ну, вот, ну, ну, ваше вот состояние, поэтому я подсказал, что, вот, начинать нужно всё-таки, вот, наверное, с себя, да, начинать нужно с того, чтобы как-то, вот, снижать уровень зависимости вашей от, ну, от других людей, вот, чтобы вы не были зависимы, вот. А принимать, в общем и целом, ну, принимать, какие-то вещи, вот, ну, в, ну, в себе, вот, то есть, принимать, ну, какие-то моменты в себе, вот, и более, как-то вот, более, наверное, лояльно относиться к себе, к самой, вот, то есть, вы не эгоистичны, не рады, вот, то есть, ну, я не думаю, что вы эгоистичны, вот, я не увидел в этом смысла, у вас ничего связанного с эгоизмом, да, как бы, то есть, вот, ну, на мой взгляд, то, что вы описываете, ну, не является эгоизмом, ну, вообще, то есть, наоборот, я бы сказал, что, в большей степени, вот, это не эгоизм, в большей степени, а в большей степени, это наоборот, вот, как бы, ну, еще больше, такое, вот, обесценивание себя, ну, по факту, понимаете, вот, поэтому сложно, понимаете, вот, сложно назвать это эгоизмом, вот, но требования ваши к себе, они очень большие, очевидно, вот, вы переживаете, что, как бы, этим требованиям, вот, не соответствуете, вот, то есть, как бы, ну, получается, соответственно, вот, вот, тяжело, соответственно, с этой требованием, вот, и, соответственно, и переносите, как бы, эту историю, вот, на уже, ну, на других людей, получается, вот, поэтому начинать нас на себя, да, вот, эмпатию вы сможете, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вам в этом смысле совсем не нужно от себя требовать многое, вам не нужно требовать от себя того, что вы не можете. Понимаете, да, поэтому я бы, ну, наверное, вот, так бы ответку вам на вопрос, который вы задаете, ну, вот, с позиции такой, с позиции психологии, с позиции психотерапии. И, ну, в первую очередь, вы большая молодец, что, ну, обратились за помощью, вы большая молодец, что, ну, что обратились, что, как бы, что решили, ну, об этом заговорить. Вот, ну, конечно, вот, в этом смысле чувствуется, что, ну, что вам нелегко, что вам тяжело, да, что вам трудно. Вот. И сейчас чувствуется, вот, что вы себя, как-то, вот, ну, видите, такой, знаете, как бы, как белая ворона. Вот, скажите, пожалуйста, почему вы боитесь быть в центре внимания, да, то есть чего, ну, чего, чего боитесь, вот. Что, вот, в центре внимания вы находиться боитесь. Почему, почему вам сложно, вот, сказать «нет» на просьбу. То есть, понимаете, вот, вы говорите, да, например, что, ну, что, вот, не можете отказать, как бы, ну, людям, когда они вас просто почему-то, вы не можете отказать. Вот, но в то же время вы обесцениваете, как бы, вот, ну, их проблемы. Знаете, это, вот, как раз, на мой взгляд, история про, про перенос. То есть, я не могу отказать, ну, допустим, да, я не могу отказать тебе, вот, поэтому, грубо говоря, я тебя, ну, объясню, вот. То есть, я тебе, я тебе не откажу, не откажу, не откажу, так, но я тебе объясню, как бы, вот, так это, так это выглядит, это выглядит, таким образом. Я вас ни в коем случае не хочу, ни в чем обвинять, да, я, просто, бы, хотел, ну, показать, ну, хотел показать в этом смысле, вот, что, ну, что вы просто оказались, ну, как бы, ну, немножечко, вот, ага, в такой, как бы, ну, ловушке, что-то, вот так, вот так я бы сказал, что это, вот, что-то вроде ловушки получается. Ну, это и, ну, что-то, что-то, вот, это вроде и не знаю, это вроде, что-то, в общем-то, ну, это вроде, но вроде, сейчас вот вы можете использовать вот эту ситуацию, вы можете использовать ее для того чтобы вот как-то порочный круг прервать, то есть вы сейчас можете это сделать. Другой вопрос. Хотите ли вы? Это вот такой момент, деликатный, что нельзя просто взять и начать собирать эмпатичность, потому что это такое эмпатичность, это ценности. Это именно что ценности. Вот, это ценности, ваша ценность в первую очередь, понимаете? То есть у вас либо есть какие-то ценности, либо нет. То есть эмпатировать можно, ну эмпатировать можно в этом смысле, только вот потому, что ну как-то вот совпадает, совпадает с вашими ценностями. Вот, а если, если нет совпадает, то как бы вы, словно говоря, не пытались, да, ну в этом смысле, ну ничего не получится, вот. Понимается. Поэтому я бы сказал вот, что ну как бы вот, что ценностную структуру нужно выработать, вот. А это же опора на себя, вот. Вот. А это, соответственно, некоторый, ну некоторый такой отход. Отход от идеи того, что самое главное это жизнь. Вот. Понимаете, да? Какая штука? Какая штука? Вот. Вот. Больша. 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 Смотрите. Значит, что еще? Хочу сказать вам. Значит, эмм. Вы говорите об этом. Вы говорите об, ну по сути, что вот в определенный момент вам хочется вот, ну от людей поддержки, от людей вам хочется вот, вот, какого-то, ну внимания, да. Вот. Скажите, пожалуйста, эм. Чего, чего вам не хватает? То есть, вот если вы, как бы, ну если вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, да, то опять же очень важный момент, на мой взгляд заключается в том, чтобы вы, ну вот постарались зафиксировать этот аспект. Чего вам не хватает? Чего вам не хватает? Чего, ну в чем, как бы, вот вы нуждаетесь? В чем ваша потребность? То есть, ну грубо говоря, каким образом возникает вот это, эм, ну вот это желание, ну поддержки. Вот. Понимаете, да? Понимаете, да? В чем ваша потребность? То есть, вот это было бы очень здорово, если бы вы, ну, на этот момент, как-то вот, обратили свое внимание. Вот. Эм, ну как бы, на свой потребность, если бы вы, если бы вы обратили внимание. Вот. Сейчас, сейчас, как мне, как мне кажется, вы этого не делаете, ну, пока что вы этого не делаете. Вы, если бы не обращаете внимание на свои потребности. Опять, опять же, момент в том, что, пока вы не слышите, вот, как бы, то, что вам нужно, пока вы, пока вы не делаете на этом, на этом, на этом, ну, не застряете на этом внимание свое. Вот. Я бы сказал, что вам тяжело. Ну, тяжело будет. Вот. Просто будет, эм, ну, тяжелее. Как-то вот. Ну, взаимодействовать. Вот. Вот. К сожалению. Вот. Вот. Ну, это решается. То есть, это корректируется. Вот. Эм, я не думаю, что это, прям, такая вот, ну, большая проблема. Но с этим нужно работать. Вот. Умение, умение, эээ, слышать, эээ, вот, эээ, свои потребности, да. Очень важно. И тогда вам, кстати, эээ, ну, как бы, эээ, будет легче, эээ, слышать, ээээ, ну, других людей, ээээ, и, ээээ, в этом смысле, ээээ, вполне возможно. Что, ээээ, вы, ну, как бы, добьетесь, ээээ, вот, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Но я хочу, чтобы вы именно поняли, именно увидели, что одно зависит от другого. Так вот, чтобы сразу появилась эмпатия, невозможно сделать. Ну, на мой взгляд, как мне кажется, и не нужно. То есть, сейчас вы этого хотите, я могу понять, почему сейчас вы этого хотите. Так вы надеетесь избежать от того, что какая-то вы не такая. Но я бы сказал, что это немножко, ну немножко не тот путь. Вот. Который вас туда приведёт. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...